шалом всем шалом мы немножечко побеждали технику но мы это сделали и меня попросили мои дорогие друзья с канала в экране попросили дать небольшой 15 минутный урок про медот да про качество характера я решила пока не начинать какого-то конкретного качества это мы с вами сделаем следующий раз а пока в принципе поговорить про тему качеств характера что мы знаем от наших мудрецов про то с чего стоит начинать исправление качества характера зачем вообще меняться нужно ли меняться на каком этапе нужно меняться как это связано с изучением то ли как это связано с соблюдением заповедей о шалом наконец-то я вижу что все хорошо и все меня видят это очень классно очень приятно это действительно мой первый прямой эфирного экран давайте посмотрим обязательно чтобы было много много удачи у всех кто меня слышит и так часто очень сегодня люди меня спрашивают разве недостаточно принимать себя такой какой я есть вот я такая со своими плюсами со своими минусами почему мне надо в свои 30 40 50 вдруг начинать меняться тем более что сегодня очень много психологических теорий о том что принимая себя такой какая есть да и не нужно зачем ты должна под кого-то меняться для кого-то меняться вот это один из самых основных вопросов которые сегодня бы хотела рассмотреть а если мы посмотрим что говорит на эту тему вильницкий гаон он говорит о том что вообще все служение всевышнему оно зависит от исправления качеств и все грехи они связаны с тем что у нас плохие качества да то есть по этому высказыванию вильницкого гаона уже сразу можем понять что мы не обойдемся без исправления себя да нет у нас легкого пути в этой жизни нам придется менять свои качества кроме этого он говорит о том что вообще ничего человек пришел в этот мир он пришел лишь исправлять себя и если он этого не делает чем тогда живет да вот такое напрямую напрямую просто в лоб можно сказать такое заявление что если ты дорогой товарищ пришел сюда и ты не хочешь над собой работать что ты тут забыл да зачем тебе тогда жизнь теперь часто давайте немножко продолжим эту тему потому что часто я слышу но как же там если человек все только постоянно меняет он себя ломает мы сегодня очень боимся себя сломать и на самом деле этот страх мне как человеку который очень много работать с людьми да и очень часто действительно видит людей не дай бог сломанных собой или своими близкими мне кажется что правильная будет следующая структура это действительно сначала нужно себя принять а потом нужно себя менять окей это на самом деле так просто и так мне кажется правильно и гениально в одно и то же время потому что если человек себя не принял он будет себя исправлять из такого знаете я плохой я должен себя менять во мне это плохо это плохо это плохо я буду себя сейчас срочно редактировать менять ломать и это не то как всевышний хочет на это видеть да на самом деле что от нас хочет всевышний всевышний хочет чтобы мы знали в глубине себя что мы наша душа она чиста как мы говорили сегодня утром да мы прекрасны мы совершенно в глазах всевышнего всевышний нас любит безусловно любовью и мы должны себя любить безусловно любовью так как мы любим наших детей с божьей помощью но у нас у каждого на нашем идеальном красивом не знаю золотом платье есть маленькие пятнышки грязь еще что то что то что у нас было может быть с детства а может быть мы это приобрели по ходу нашей жизни и вот эти вот маленькие пятнышки наша задача в жизни немножечко стирать подметать убирать и так далее да то есть это то чем мы занимаемся очень важно потому что мы будем с божьей помощью много об этом с вами говорить об исправлении себя и так далее очень важно помнить что мы всегда исправляем себя с большой любовью да то есть мы это делаем из чувства что мы прекрасны и нам нужно чуточку немножечко себя подредактировать да где-то себя наоборот раскрыть убрать то что мешает мне настоящий да и тогда я смогу засиять своим полным светом ни в коем случае нельзя себя менять из состояния что я ужасная я плохая и надо все сделать для того чтобы хоть немножечко там да стать человеком не так это в аудоизме не так мы хотим это видеть хорошо замечательно давайте пойдем дальше по тем цитатам важным которые я сегодня приготовила потому что я хочу чтобы вас сформировала за эти буквально 15 минут правильное представление о том что значит работа над собой и так мы сказали что это очень важно в нашей жизни мы сказали что вся все служение творцу возможно лишь в том случае если человек работает над собой более того мы сказали что все наши грехи тоже связаны с плохими качествами и бельгинский гаун как мы сказали говорит что если человек над собой не работает что он вообще делает в этом мире у рафшаха спрашивали чем заниматься в последние шесть месяцев жизни не дай бог не дай бог если человек у него есть какой-то плохой прогноз или он переживает что ему осталось мало жить рафшах сказал да то есть заниматься исправлением себя ничем больше заниматься не нужно нужно заниматься смыслом нашей жизни а это и есть исправление себя теперь вы можете спросить хорошо но все же люди сегодня очень популярны самосовершенствование да сегодня очень часто люди хотят работать над собой и шутки круги качества есть куча разных систем с чего начинать что же такого особенного привносит в тора вот в эту тему исправления себя и на самом деле принцип иудаизма он следующий что человек только изучая тору может понять на самом деле как стать лучше и поэтому если вы знаете такой самый известный трактат который связан с этикой у нас это трактат пироги а вот получение отцов и он он именно говорит об исправлении себя правильных качествах характера о том что мешает человеку исправлять себя и так далее очень интересная книга уверена что большинство из вас с ней сталкивались ее читали изучали и так далее кто еще нет очень всем советую она начинается со слов моше получил тору от синая и передал ее яшуа и так далее и так далее это предложение написано только для того чтобы мы с вами поняли что все этические наставления это не просто прекрасные слова гелеля или прекрасные слова шамая это тора которая была передана моше на горе синай то есть нам нужно с вами очень хорошо понимать что настоящая еврейская этика и настоящее исправление себя это это не просто красивые фразы мудрецов это то что было дано моше на горе синай и что еще очень интересно интересно что когда мы с вами работаем над собой именно в рамках торанической так скажем системы да то есть через тору у нас есть как всегда у нас есть role model да у нас есть тот на кого мы смотрим и вообще чтобы вы понимали исправление медот оно очень часто связано с нашими авторитетами да если мы видим в кого-то человека например который потрясающе построил потрясающую семью да то скорее всего когда мы будем строить свою семью то мы захотим в чем-то походить на него в этом нет ничего страшного понятно что все равно каждый из нас сохранит свою индивидуальность и такой семьи как у вас не будет ни у кого но нам всем нужны авторитеты нам всем нужны кто-то на кого мы смотрим мы вдохновляемся да и мы пытаемся быть похожими на этого человека очень интересно кто же у нас да если бы это был живой урок то я бы помучила вас поспрашивала вас да кто является вот таким вот авторитетом в тикун медот в работе над собой в удаизме и конечно многие наверное скажут про отцы не знаю там царь давид какие-то величайшие пророки и так далее на самом деле что называется бери больше бери дальше в удаизме авторитетом для исправления себя является сам творец когда мы говорим про исправление своих качеств написано в книге двоим что хочет всевышний от тебя чтоб ты боялся его и шел по его путям вот на самом деле все что касается тикун медот все что касается исправления себя и работы над собой авторитет образец для продолжания будет сам творец этого мира и наша цель будет идти за ним и дальше у нас будет написано как он например одевает ноги так и мы должны одевать там тех кому тяжело мы должны помогать как он помогает мы должны сопереживать как он сопереживает то есть на самом деле у нас будет в работе над собой что прекрасно в этом плане у нас будет планка которая будет недостижима и мы должны с вами будем постоянно расти выше выше и выше работа над собой это одна из тех замечательных и прекрасных сфер в которой никогда нельзя успокоиться никогда нельзя сказать я молодец у меня все получилось я выполнила свой план на сто процентов работе над собой то до кого я должна дотянуться это твоец этого мира и понятно что я до него не дотянусь при всем моем желании но это должно меня не расстраивать а наоборот это должно меня вдохновлять тянуться выше и выше и выше и выше и выше и выше и выше окей супер это мы сказали про авторитетов видот мы сказали и удивительная вещь какая награда за это исправление качества конечно в первую очередь награда в том что мы чувствуем себя спокойнее мы владеем своими эмоциями об этом мы еще специально поговорим в следующий раз мы с нами легче жить с нами приятнее рядом находиться человек который работает над собой эта вещь которая на самом деле очень хорошо видно всегда да это не что-то такое скрыт на иногда мы просто видим как меняются реакции этого человек на какие то стресса и на какие то переживания на какие-то изменения в его жизни и мы видим чтобы стал более спокойный человек стал более достойны человек стал более одухотворенный человек видит дальше собственного носа дать человеку важны окружающие то есть эти изменения внутри нас с божьей помощью будет видеть и мы сами и наши близкие наши коллеги наши друзья это такая сфера которая действительно очень очень важна для наших отношений как в семье так и на работе и везде но самое что здесь важно самое важное что то что мы будем работать над собой будет прикреплять меня к всевышнему да написано что человек который уподобляется творцу он становится ближе к творцу все очень логично да чем я больше похожа на всевышнего чем я больше стараюсь уподобляться его каким-то божественным качеством тем ближе я себя чувствую к этому творцу мира и поэтому написано что очень часто если посмотреть на сферу заповедей и сферу качеств да это вроде как нам кажется совершенно разные сферы одно дело там соблюдать шаббат другое дело работать над своим гневом на своей ленью на своей гордостью и так далее да это совершенно разные вещи но на самом деле написано что иногда человеку тяжело соблюдать какие-то определенные заповеди потому что у него есть проблемы с качествами да то есть какое-то его негативное качество мешает ему соблюдать заповеди поэтому на самом деле почему я выбрала и мне порекомендовали мои друзья с канала с платформы выигра взять именно тему медот тему качеств это не единственная тема которой я специализируюсь но эта тема мне очень близка потому что я действительно чувствую что человек который начинает работать над собой он чувствует изменения во всех областях своей жизни да это не просто вот мы работаем какой-то одной маленькой сферой это действительно что-то такое всеобъемлющее что делает меня эмоционально спокойнее ровнее гармоничнее в первую очередь это помогает всем тем кто имеет со мной дело да то есть всем моим близким всем кто со мной каким-то образом сталкивается по жизни и плюс мы сказали как бонус но такой очень важный бонус это привлекает меня это приближает меня к создателю этого мира и дает мне огромные духовные дивиденды поэтому действительно цель нашего сегодняшнего такого мини-мини мини эфира на самом деле впервые что я даю такие коротенькие уроки для меня такой тоже интересный новый опыт обычно да есть какие-то часовые иногда полутора часовые двухчасовые тренинги но это такой маленький 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 фит вставочка для того чтобы немножечко вдохновить себя и нас всех на то чтобы этим заниматься теперь последнее что мы сегодня наверное с вами успеем сказать это насколько чтобы мы понимали это будет нечестно если я этого не скажу насколько эта тема сложная да потому что иногда люди очень вдохновляются да вот давайте работать над собой что там гнем кое-то с лень поехали да и как только я уверена что здесь все уже люди достаточно в этом смысле такие прожженные опытом наверняка все уже пытались работать над какими-то своими качествами посмотрите пожалуйста что говорит по этому поводу талмуд то есть человеку легче выучить весь талмуд чем исправить себе одно качество наверняка тоже эту фразу где-то слышали действительно исправление себя это вещь очень непростая очень трудоемкая очень часто люди приходят ко мне и расстраиваются что смотри мы же столько лет работали мы же столько лет старались мы же столько делали но опять то же самое опять такая акция опять вспыльчивость опять гнев да опять плачу непонятно из-за чего почему так потому что на самом деле качество это что-то очень 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 глубокое в нашем сердце и это очень тяжело изменить вот так вот даже через там несколько упражнений зад заданий и так далее но мы должны поэтому из-за того что это так тяжело это и есть задача нашей жизни и мы с вами обязаны радоваться каждому мельчайшему продвижению как написано если человек срывался 10 раз в день на своих детей а стал срываться только девять раз на своих детей в день это замечательно не нужно говорить ну я же так срываюсь и так срываюсь да ничего подобного то есть каждое продвижение должно нами цениться очень сильно и только тогда у нас хватит с вами сил идти дальше продвигаться и работать над собой и еще одна очень классная спасибо большое спасибо всем кто пишет классные комментарии мне это очень помогает тем более что видите такой опыт у меня впервые также очень важно помнить фразу рава вольбе он говорит что человек строится из маленьких вещей человек строится из очень-очень маленьких поступков и действительно иногда то что мы сами замечаем мы замечаем что через качество меняются наши установки наши установки вообще отдельная замечательная интереснейшая тема которой мы тоже с божьей помощью с вами поговорим но вдруг мы начинаем смотреть на вещи под иным углом и это величайшее продвижение которое может быть у нас замечательно мне кажется в целом эту тему с вами обсудили но давайте как бы как говорят на и выйти тахлис дальше чего начинать что делать хочу изменять себя хочу исправлять себя я понимаю что многие мои там не знаю поведенческие реакции они не совсем приятны они я потом о них жалею у меня есть чувство вины и так далее что с этим делать итак дорогие друзья на самом деле первый практический совет который сегодня прозвучит кроме очень высоких классных слов об изменении себя все начинается опять же это не моя мысль она достаточно понятно это идея во вольбе то с чего начинается любое исправление себя это хакара от смит это знание себя то есть почему я не люблю говорить ребята мы начинаем исправление себя с качества гнева например я вам скажу почему потому что на самом деле каждый из вас кто сегодня меня слушает и кто будет слушать меня в записи и кто вообще будет слушать любые подобные уроки он индивидуально и кому-то надо работать в первую очередь над гневом а кому-то надо работать над гордостью а кому-то надо работать над терпением а кому-то вообще нужно работать над тем чтобы себя чаще хвалить например да то есть первое что мы делаем когда мы начинаем работать над собой мы начинаем узнавать себя мы делаем то что называется ахакара от смит то есть мы смотрим на себя И когда я изучала коучинг, мне очень понравилось Это основная идея коучинга, что на самом деле ответы на все самые важные вопросы находятся внутри нас То есть главное себя спросить или чтобы у нас спросили правильные вопросы Нам задали правильные вопросы Итак, первый вопрос не начнется с того в иудаизме Какие, как вы считаете, у вас плохие качества? В чем вам надо меняться? Наоборот, любое изменение себя в иудаизме начинается с того, какие у вас, дорогие мои, сильные стороны Потому что, как я сказала, чтобы изменить себя, нужно очень много сил Нужно очень много ресурсов И для этого первое, что нужно сделать, это найти свои сильные стороны И понять, за что я буду цепляться в тот момент, когда мне будет совсем тяжело Когда мне будет казаться, что я топчусь на месте Человек должен всегда перед собой видеть свои какие-то сильные стороны И только потом он может начать исправлять себя, изменять себя, как мы сказали, с любовью И для этого ему очень-очень-очень важны знания себя Понимание себя, знания, что именно у меня, как выстроено внутри Хорошо И самое последнее, а то я уже выхожу из своего лимита в 15 минут, которые мне были даны Также особенный принцип Торы, который я видела в других системах тоже, но он такой уникально еврейский И тоже очень важно, чтобы мы его знали, когда мы говорим про тему работы над собой Называется «За делами следуют сердца» Если вы заметили, иудаизм очень практическая религия Нам очень важна философия, нам очень важен подход У нас написано тысячи книг про то, как правильно смотреть на вещи Но в итоге то, что нам важно, это как человек живет Как он живет день ото дня И поэтому написано, иногда ты не чувствуешь желание кому-то помогать Помоги Иногда тебе не хочется кого-то слушать Вот, слушай И потом это придет То есть здесь очень интересный вот этот подход За делами еще раз следуют сердца То есть очень часто я вам приведу какой-то свой маленький личный пример Иногда мы находимся в таком состоянии, которое называется тоже в еврейской этике Мир отчуждения То есть там вообще никто не интересен, никто не нужен Эгоцентризм, есть только я и мои ужасные проблемы И в этот момент, когда иногда мы слышим от кого-то Кто-то нам звонит, мы не хотим с ним говорить Нам не до него и так далее Но вдруг, если мы поднимаем трубку И мы слышим, что у человека реальная проблема Тяжелая проблема Мы вдруг переключаемся на это Мы слышим его Мы начинаем ему советовать Мы начинаем ему помогать И мы забываем про ту проблему, которая была у нас Потому что у нас была очень маленькая проблема По сравнению с его трудностями в жизни Это то, что называется за делами следует сердца Иногда любая еврейская жена меня поймет Иногда ты зажигаешь свечи и хочется лечь спать Потому что у тебя уже нет совершенно сил к концу недели Но потом приходят гости Три часа прошло, улыбка на лице И жизнь прекрасна, да Мы счастливы, мы принимаем гостей Мы совершаем, мы делаем заповедь Мы довольны этой атмосферой и энергией шабата То есть вот этот принцип, он работает Еще раз, за делами следуют сердца Иногда мы должны себя немножечко подтолкнуть К каким-то делам, которые мы считаем правильным И наше сердце придет за ним Да, наше сердце откроется И будет счастливо тому, что мы себя смогли пересилить И это сделать Дорогие друзья, большое спасибо за эти очень продуктивные 15 минут Мы успели с вами, как мне кажется, очень много Мы поговорили о том, для чего вообще нужно заниматься работой над собой Как ее делать не стоит Мы сказали, что это не самобичевание Не дай бог, это не самокритика Мы делаем это с большой любовью, с желанием сиять еще сильнее, еще выше Мы сказали с вами о том, что когда мы работаем над собой Мы приближаемся к нашему создателю, потому что мы копируем его И мы сказали с вами о том, что все начинается с самоузнавания С того, кто мы, какие мы, чем уникальны наши ресурсы и так далее В следующий раз я надеюсь, что мы с вами уже сможем пойти еще дальше И поговорить про роль наших эмоций во всем этом процессе работы над собой Для чего нам нужны эмоции, какую роль они играют Буду очень рада увидеть вас в следующий четверг в то же самое время А пока всем шаббат, шалом, ходештов и хорошей недели Счастливо!